Добрый день! Сегодня анбоксинг. Перед нами какая-то неофициальная головонка от Чи под названием «Пираминкс 2х2». По виду нарисована пирамидка, и многим кажется, что это действительно пирамидка, но на самом деле, несмотря на название, это кубик 2х2. То есть это обычная двушка, у которой изменена форма элементов таким образом, чтобы получилась пирамидальная форма. У меня уже такой был от фирмы «Можжи». Кажется, если я не ошибаюсь, такая достаточно посредственная качество головоломка. Для меня это не новость, просто решил купить экземпляр по-современнее. Посмотрим, что это такое. Чаишный логотип. Фирменный такой матовый пластик. Версия Color. Не помню, были ли там не Color версии на коробочке. Не обозначено. Асфальт нам улыбается. Ну, не знаю, почему они назвали это пирамидкой. Это ошибку от кубика 2х2. Соответственно, собираться он будет как 2х2. Единственное, что раз это пирамидка, могли бы хотя бы какие-то подшипники сюда подставить. Но ничего нет. Не фиксируется, в принципе, и на такой пирамидке от фирмы «Можжи». Давайте перемешаем и попробуем собрать. Заодно оценим качество вращения. Оно уже значительно тише. Это размер полноценной пирамидки один в один. Но элементов значительно меньше. Помешаем. То есть из особенностей сборки здесь возможен псевдопаритет угловой, который решается легко. Многие до этого сами должны догадаться. Посмотрим, попадется или нет. При перемешивании теряет свою форму. Давайте с чего-нибудь начнем. Ну, к примеру, два элемента ставят правильно. Подставим к ним третий. Это вроде как на 2х2 комбинировать. Сейчас у нас вот такая ситуация. Поставим сюда третий. Видимо, это должен быть какой-то зелено-желтый уголок. Например, вот такой. Как бы у нас первый слой собран. Соответственно, на ножечке это будет вот так. Единственное, мы сейчас не будем сразу ориентировать первый слой. Ну, вернее, не первый, а второй слой. Мы сначала расставим по местам. Как видно, вот эти два элемента стоят правильно. Не формула и цвета соблюдают. А вот эти два нужно поменять местами. Ну, сделаем обычный Т-перм. Аккуратно, чтобы не ошибиться. Ну, и на удивление у нас все собралось. Ну, просто перемешалось не очень сильно. Давайте вот эту ситуацию смоделирую. Ну, к примеру, вот тот самый псевдо-паритет. То есть, по сути, все стоит на своих местах. Но вот этот вот элемент расположен неправильно. То есть, хочется его, конечно, повернуть. Но это уже не пирамидка. Все равно, что мы пытались бы флипнуть уголок на двушке. Ну, здесь система антифлип работает хорошо. Поэтому нужно его развернуть. Из-за чего так получается? Из-за того, что вот этот элемент, это тоже угол, и мы не видим, правильно у него ориентация или нет. Но, зная, что вот этот ориентирование неправильно, мы понимаем, что, ну, либо этот, либо какой-то другой подобный уголок можно также перевернуть, и все станет хорошо. Ну, для этого мы просто будем использовать как новичковый метод пиф-пафы. Допустим, вот этот у нас первый свой. Берем его справа, и это слева, и делаем определенное количество пиф-пафов на этот уголок. Давайте сделаем парочку, там посмотрим. Сделали два, он стал хорошо. Подворачиваем такой вот уголочек. Делаем еще четыре, чтобы в сумме было шесть. Вот как бы что-то такое получилось. Если это довернуть, то будет уже собрана пирамидальная форма. Головоломка простейшая. Чуть сложнее обычного два на два. Не так удобно его вращать. То есть, качество именно головоломки от ЧИИ гораздо лучше аналогов, для того, что у меня есть мозжи. Вполне хорошо. Если у вас такой нет, то смело можно приобретать. Не особо, конечно, интересное. Шип мод 2х2. Имеет право на существование, стоит недорого. Так что достойно цвета таким. Светлый. Голубенький. Салатовый. Почти розовый. Из рук тоже выпрыгивает. Вот этот матовый пластик. Для меня он какой-то скользкий. Не очень его люблю, но, по-моему, других вариантов не было. Нормальная вещица. В коллекцию. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.